Службы в этот день проходят во многих странах, однако на арамейском языке, языке спасителя, богослужение идёт в единственном в мире монастыре 13 святых отцов в грузинском селе Старая Канда. Об особенностях этого места в репортаже нашего корреспондента Дмитрия Каистра. Гулки и своды храма 13 сирийских отцов оглашает молитва на древнем арамейском языке. Монастырь в селе Старая Канда, что в 30 километрах от Тбилиси, одно из немногих мест на планете, где богослужения ведутся на языке спасителя, языке, на котором было написано первое из Евангелии от Матфея и сказаны последние земные слова Христа. Мы единственные практически во всём мире, кто славит Бога на арамейском языке в православной традиции. В том времени, в котором ходил Христос, разговаривал с апостолами, и это чувствительно и на физическом уровне, и на духовном уровне. Отец Шио – бывший футболист, Стефан – инженер, пир – сапожник, а настоятель – с Херхием Андрид Серафим – вокалист. Но это в прошлом, в миру. Ихтиандр – это моё родное имя на самом деле. Ихти – это рыба, Андрес, как бы это человек. Рыба всегда была символом христианства среди людей. И родился в день рыбака. Ещё недавно на арамейском служили и в сирийском городе Маалюля. Но теперь только здесь, в Грузии, монастыре 13 ассирийских отцов. Тексты на древнем языке отец Серафим ищет по всему миру, а потом переводит и учится читать заново. Ведь ни словарей, ни носителей языка в мире уже не осталось. Яков родил Иуду и братьев его. Канда – село, где столетиями живут две тысячи ассирийцев. Этому роднику 200 лет. Наши предки, когда переехали из Ирана, вырвали этого родника и этой водой пользовались. В 4 веке на вершине горы, где сейчас монастырь Джвари, ассирийка по происхождению святая равноапостольная Нина установила поклонный крест. Так началась христианизация Грузии. А ещё через два столетия 13 ассирийских отцов основали в Иверии монастыри и монашество. Так что именно ассирийцы, древний народ Месопотамии, принесли христианство на эту землю. Село Канда, по сути, одна большая община. В том значении, в котором это было после христианской проповеди в Древней Палестине. Вся жизнь складывается вокруг монастыря, особенно в дни больших праздников. Самый лучший праздник для нас – это Пасха. Ассирийцы – родственный современным сирийцам народ. И по крови, и по вере. Если в Ираке проживало до двух миллионов ассирийцев, то сегодня почти до трёхсот тысяч там максимум осталось. Там же не только людей убивают, но уничтожают ещё и историю. Полную историю. То есть вы представляете памятники, которым более трёх тысяч лет. В монастыре села Канда до недавнего времени подвязались три монаха и один послушник. В канун Страстной Пятницы братья совершили таинство пострига, приняв в братство ещё двух наречённых. Теперь их пятеро. А отец Серафим мечтает, что когда-то, как в первые века, братьев в обители будет тринадцать по числу ассирийских отцов, просветивших Грузию. И повторяет слова своего небесного покровителя, другого Серафима, Саровского. «Стяжи двух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». Дмитрий Каэстро, Виктор Денисов, Андрей Бараухин. Вести. Грузия.